В региональном правительстве обсудили одну из самых острых для нашей области проблем – вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов. На территории региона ежегодно образуется около 400 тысяч тонн мусора. Для захоронения ТБО используется свыше 30 полигонов, которые были созданы еще в 60-е и 80-е годы. Требования к ним с тех пор претерпели ряд существенных изменений. Поэтому в настоящее время многие объекты не соответствуют современным нормам, не организован учет отходов, принимаемых на захоронение, не ведется охрана в ночное время, не соблюдается технология их захоронения. На сегодняшний день по решению суда закрыт и подлежит рекультивация ряда объектов размещения отходов в Палехском, Пучежском, Гаврилопосадском, Лежницком, Лукском, Верхнеландыховском, Южском, Юревецком, Фурманском и Кенишемских районах. Однако далеко не везде организованы альтернативные места захоронения ТБО. И во многих муниципалитетах остро стоит вопрос, куда вывозить мусор. Региональные власти планируют закрыть многочисленные мелкие свалки и создать всего несколько межмуниципальных полигонов ТБО. Так, например, в скором времени подлежит рекультивации полигон на улице Станкостроителей в Иванове. Помимо работы на правильное сокращение количества имеющихся полигонов и станкционерных свалок, необходимо принимать срочные меры по снижению объемов уже размещенных на них отходов. Поскольку многие объекты захоронения ТБО в регионе заполнены более чем на 80%. В связи с этим считаем целесообразным рассмотреть разработанный коллективом ученых Ивановского государственного электрического университета проект блок-модульной установки для уничтожения отходов непосредственно на полигонах и свалках. Разработку ивановских ученых планируется применять для уже накопленных отходов, которые не подлежат сортировке. Средства на создание опытного образца Павел Коньков пообещал выделить уже в следующем году. Но у ХАУ обойдется региону в 3 миллиона рублей. За счет температуры и без доступа кислорода органическая часть твердобыхотовых отходов разлагается на газообразные топлива процессами пиролиза и газификации. Часть газа может сжигаться непосредственно в самой установке для обеспечения необходимой температуры. И часть может отправляться на энергетические нужды. Рядом с крупными полигонами должны появиться и мусоросортировочные предприятия. Первый такой завод планируется построить в Иванове. С его появлением получится решить проблемы в сфере утилизации отходов областного центра. Устанавливать контейнеры для раздельного сбора мусора власти пока не планируют. В связи с этим потребность подобного предприятия возрастает. В 8-10 раз сократится объем захоронения отходов вследствие извлечения ценных утильных фракций прессования утилизируемого остатка на заводе. Резко снизится негативное воздействие отходов на окружающую среду в силу извлечения из них полимерных материалов. Бюджет города либо области избежит затрат в сумме не менее 100 миллионов рублей, необходимых для строительства второй очереди полигона в Залесе. Будет прекращено захоронение отходов в непосредственной близости от границ города Иваново. Инвестор пообещал, что строительство мусороперерабатывающего предприятия начнется не позднее 1 сентября этого года. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.